Чего вы боитесь? Я боюсь пауков, медведей и плавать в глубокой открытой воде. Если вы похожи на меня, то не очень любите ощущать страх. Мы пытаемся делать все, что можем, чтобы избегать ситуации, которые вселяют в нас страх. Нравится вам это или нет, ощущение страха — это часть жизни. Бог создал нас такими. На самом деле страх — это важный защитный механизм, который хранит нас во многих ситуациях. По правде говоря, здравый страх перед вещами, которые я назвал ранее, — это не так уж и плохо. Но есть личные страхи, которые не дают мне спать по ночам. У меня есть страх одиночества, отвержения, незначимости и неудачи. Именно попытки убежать от этих страхов приводят к неприятностям. У всех нас есть множество примеров, когда чувство страха хранило нас. Мы могли избежать аварии за рулем, сказать «нет» давлению сверстников или оставить токсичные отношения. Бог позволяет нам ощущать страх, чтобы мы принимали мудрые решения, которые хранят нас. И как бы мы ни пытались избежать страхов и желали не бояться чего-то, страх может быть полезной эмоцией. Но у страха есть и обратная сторона. Он может вырваться из-под контроля. И вместо того, чтобы защитить нас, он может взять наши жизни под контроль, удерживая от хороших вещей. Например, я помню, как находился в ужасном психическом состоянии пять лет назад. Я так выгорел, что пропустил день рождения своего лучшего друга. Я просто не мог находиться в комнате с таким количеством людей. Я поражаюсь тому, как Бог исцелил меня и позволил служить в Уиллингдоне, в то время, как не так давно я едва мог находиться рядом с одним человеком, и уж тем более с тысячами. Это один из тех случаев, когда страх стал нездоровой силой. Так чего же вы боитесь? Как страх управлял вашей жизнью? В восьми стихах, которые мы прочитаем сегодня, Иисус четыре раза упоминает страх. Трижды Он говорит нам, не бойтесь, а один раз говорит, бояться. Некоторые говорят, что в Писании есть 365 повелений, не бояться, по одной на каждый день года. Мои исследования показали, что это не совсем так. На самом деле, таких упоминаний от 400 до 500. Это значит, что у нас достаточно повелений, не бояться или принять Божий мир и силу. И этих повелений больше, чем по одному на день. Мы знаем, что страх может стать серьезным фактором в нашей жизни. Нам нужно Божье одобрение, чтобы пережить его. В сегодняшнем фрагменте Иисус затрагивает самые важные страхи в жизни. Эти соревнующиеся страхи влияют на то, живем мы в повиновении Богу или нет. В зависимости от того, какие страхи управляют нами, мы можем упустить возможности, которые Бог приготовил для нас. Возникает вопрос, какие страхи принимать, а какие отвергать. Давайте вместе учиться у Иисуса, как разбираться с этими страхами в своей жизни. Первый страх, о котором говорит Иисус, это страх перед другими людьми. В Матвея 10, 26 говорит, «Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы и тайного». Что не было бы узнано. Первое, о чем говорит Иисус, «Не бойтесь людей». Одним из величайших стимулов в нашей жизни является страх перед людьми. Вы боитесь того, что люди ранят вас, украдут что-то у вас, осудят вас или разочаруют вас. Есть другие вещи, которые негативно влияют на вас, вроде отвержения. Страх перед людьми – это один из величайших вызовов в нашей жизни. Иисус прекрасно знал, что религиозные лидеры и евреи угрожали его ученикам, угнетали их и даже убивали их за проповедь истины. Я следую за Иисусом уже 10 лет и разговаривал со многими христианами о том, как они делились Евангелием. И одна из вещей, о которой говорили почти все, они редко делают это потому, что боятся реакции людей. Я знаю, что это лишь слова, а не статистика, но я хочу спросить вас, переживали ли вы подобное? Позволяем ли мы нашему страху перед людьми удерживать нас от проповеди истины другим? Если так, давайте будем честны, мы должны услышать сегодня слова Иисуса. Не бойтесь других людей. Наш страх перед людьми на самом деле является нездоровым и не от Бога. Бог повелевает нам другое, не бояться людей. И когда мы боимся других людей и решаем не делиться с ними истиной и любовью Божьей, мы должны вспомнить эти слова Иисуса. Но Он не останавливается на этом. Он хочет, чтобы Его ученики знали, что многие будут угнетать их. Религиозные люди и лидеры будут говорить ложь, чтобы навредить им. Они будут пытаться подавить истину Божью, но они не должны отчаиваться, потому что Бог знает об этом, и Он сделает так, чтобы истина открылась. Всякая ложь выйдет на свет. Всякое обвинение против Божьего народа откроется. Всем людям придется дать ответ перед Богом. Это также означает, что Божья истина откроется всем, когда Иисус вернется. Хоть многие будут отвергать и угнетать учеников Иисуса, Бог дает нам обетование, что истина откроется при возвращении Иисуса. Истина, которую мы пытаемся донести своей жизнью, истина, которую люди отвергают, откроется всем. Мы знаем, что не напрасно трудимся. Иисус говорит своим последователям, чтобы они даром делились тем, что нам открывает Бог. Мы не только должны отбросить страх перед людьми, но и смело делиться с ними великой истиной о Боге. Иисус говорит, что то, чему Он учит нас, мы должны открыть многим. Мы не можем оставить истину Божью себе. Мы не можем позволить страху перед людьми удерживать нас от того, чтобы поделиться с ними радостной вестью об Иисусе. Слишком многие говорят, что вера это личный вопрос. Я не особо говорю о своей вере. Я не хочу давить на других. Я держу все при себе. Мы должны избавиться от этой лжи. Вера это личностное дело, а не личное. Иисус говорит нам говорить при свете дня, провозглашать с крыш. Я знаю, что жители Ванкувера боятся, что их посчитают осуждающими или надменными. Ирония состоит в том, что люди, которые называют нас так, сами поступают осуждающие против нас, потому что им не нравится наша версия истины. Мы не можем позволить страху перед людьми повлиять на проповедь Божьей истины. Если вы последователи Христа, то вы призваны оставить свой страх и вить истину Божью любой ценой. Не забывайте, что все откроется. Давайте нести Божью истину, пока есть время. Аминь. Второе, о чем говорит Иисус, страх перед смертью. 28 стих говорит, «И не бойтесь убивающих тела, души же не могущих убить». По сути, Иисус говорит, «Не бойтесь смерти». Говорят, что некоторые христиане смотрят на тело свысока. Люди обвиняют христиан в том, что они так фокусируются на себе, что ни на что не годны на земле. Некоторых христиан критикуют за то, что они не следят за физическим здоровьем и своими телами, говоря, «После смерти нам нужны лишь наши души, и поэтому только они волнуют нас». Хоть есть достаточно примеров христиан, которые верят в это и живут так, говоря, что подобные места подтверждают, что тело не важно, а важно лишь душа. На самом деле это далеко от истины. Путь Иисуса показывает нам величайший взгляд на тело, при этом придерживаясь величайшего взгляда на душу. Наша жизнь на земле и после смерти важны для Бога. Всего через несколько стихов, после заявления о том, что не нужно бояться тех, кто убивает тело, Иисус говорит, что волосы на нашей голове сочтены. Вот это да. Не знаю, как вас, но меня это поражает. Я знаю, что лысеющих братьев этот стих не сильно ободрит, но на самом деле Бог так заботится о наших телах, что даже знает число волос на голове. Это очень интересная мысль. Очевидно, что наши тела важны для Бога, потому что мы сотворены по образу Его, и Он призывает нас относиться к своим телам с уважением. Но какой бы ценностью ни обладали наши тела, мы также не можем бояться их ухудшения со временем. Точно так же мы не должны бояться тех, кто может убить наши тела, потому что у нас есть души, которые будут жить в вечности в совершенных воскресших телах. Это могут быть люди, болезни, несчастные случаи, возраст или возвращение Иисуса. Наши тела умрут когда-то. Это неизбежный факт. Эта мысль может пугать нас, если мы не знаем, что случится с нами после смерти. Многим христианам угрожает смертью за их веру. Хоть это не то же, что гонение, COVID-19 раскрыл страх смерти у многих последователей Иисуса. Если говорить человеческим языком, можно понять, что гонения и болезни могут нагнать на нас страх. Однако, если вы во Христе Иисусе, то вы новое творение, и у вас есть разум Христов, как говорится в 1 Коринфянам 2,16. Иисус явно говорит, что мы не должны бояться смерти. Наши тела все равно погибнут, и это не должно быть причиной страха. Ведь если мы знаем Бога, следуем за Иисусом, то наши души будут вечно жить с Богом. Итак, страх перед людьми и перед смертью, это два главных источника страха в нашей жизни. Иисус говорит, что мы не должны позволять этим страхом управлять нами, но в 28-м стихе он меняет тему и говорит, чтобы мы боялись чего-то. Чего? В 28-м стихе говорится, «Обойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Мы должны бояться Бога. Это не было новым учением для учеников Иисуса. Они были знакомы с учениями Ветхого Завета и притч, где сказано, что страх Господень, начало мудрости. Страх перед Богом это была знакомая концепция для слушателей Иисуса. Вместо того, чтобы давать своим последователям новое учение, он напоминал, что все, включая нас, должны делать это. Почему? Потому что мы должны бояться только Бога. Наш страх перед людьми и смертью пытается управлять нами. Когда мы делимся Евангелем, когда боимся заступиться за Божьи пути и начинаем сомневаться в Нем, мы рискуем больше бояться людей и смерти, чем Бога. Но Иисус говорит нам бояться только Бога. Почему? Ведь если мы не будем больше всего бояться Бога, будем бояться людей больше, чем Бога, то поставим свой комфорт выше Божьей истины. Иисус призывает всех своих последователей в Матфея 28 научить все народы повиноваться Богу и крестить их, чтобы они следовали Божьим путям. Если мы не будем исполнять великое поручение, которому нас призывает Бог, потому что боимся людей и смерти, если нас не будет вести страх Божий, то мы можем отвергнуть Бога ради своего комфорта. Отрезвляющая истина этого фрагмента состоит в том, что если мы будем бояться людей больше Бога, то наши тела и души будут уничтожены в аду. Мы останемся без Бога в вечности. Я хочу остановиться по двум причинам. Во-первых, пусть эта мысль проникает в вас. Это реальность, которую должен принять каждый последователь Иисуса. Если мы не боимся Бога, превыше всего, мы можем быть уничтожены в аду, даже если мы называем себя христианами. Иисус сказал в Матвее 7, что многие скажут ему, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали и изгоняли бесов, совершали чудеса? А Иисус говорит, Я скажу им, Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие зло. Есть люди, которые считают себя христианами, но в их жизни нет страха Божьего. Во-вторых, мы должны рассмотреть, как выглядит здоровый страх Божий. Некоторые рисуют страшную картину. Они представляют его злым, непредсказуемым стариком, которому не терпится причинить боль каждому, кто не достиг совершенства. Или его представляют в виде старого судьи, который только и ждет, когда вы допустите ошибку, чтобы наказать, как жестокий родитель. И это не все. Если вы выросли в доме с такими родителями, то вы, естественно, приносите эти травматические переживания с родителями на Бога. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог не такой. Мы не боимся Его, потому что Он злой, непредсказуемый или жестокий. Мы боимся Бога, потому что Он святой. Он отделен от нас в чистоте, совершенстве, незапачканной любви. Его святость пробуждает в нас глубокий страх. Это страх, который базируется на почтении, принятии Его величия. Это страх, который показывает, насколько мы злы и как отчаянно мы нуждаемся в Нем. Этот страх открывает великий пробел между нами и Богом, приближая нас к Иисусу, чтобы восстановиться в отношениях с Ним. Это здоровый страх Божий. Он не заставляет нас бояться ошибок, но открывает, насколько велик Бог, насколько достойны мы быть с Ним, без дел Иисуса на кресте. Он приглашает нас в Царство, которое является Его отражением. Царство Божье несовместимо с грехом и злом в нашей жизни. Вот почему нам нужно, чтобы Иисус пришел и выполнил Свои дела на кресте. Нам нужно прощение от греха и зла. Став Его искупленными детьми, мы можем поделиться с другими, чтобы все люди примирились с Богом. Это наша миссия быть агентами примирения между Богом и людьми. Мы Его дети, которых усыновили и отправили научить все народы. Это главная работа, которую мы должны сделать из-за страха и почтения к Богу, вплоть до самой смерти. Иисус повелевает не позволять страху перед людьми и смертью помешать послужить Богу так, как мы к тому призваны. Если мы прислушаемся к повелению Иисуса и начнем бояться Бога больше, чем людей смерти, то начнем опасное, но великое путешествие великого поручения Иисуса. Мы начнем делиться Евангелем со всеми людьми, открывая истину Божью через свою любовь. Как бы здорово это ни звучало, но в этом есть также реальные вызовы и страхи, вроде потери друзей, отвержения со стороны родных, потери работы, угнетения, угроз и даже атак из-за веры. Люди могут лгать о нас, сплетничать, этот список может продолжаться долго. Все эти опасности и риски могут заставить нас бояться обстоятельств, но Иисус говорит об этом с 29 по 31 стих. Он говорит, «Недвели мы малые птицы, продаются зоосарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего, у вас же и волосы на голове все сочтены, не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Иисус говорит, «Не бойтесь своих обстоятельств, мы хотим идеальных обстоятельств, здоровья, богатства, образования, отношений, работы. В этом нет ничего плохого. Бог даже может дать нам эти вещи по воле своей, но если наши поиски этих вещей или страх потерять их, становится важнее жизни с Иисусом, то мы можем потерять отношения с Богом ради комфорта. Эти вещи могут казаться нам важными в данный момент, но в великой схеме вечности у них весьма малая ценность. Задумайтесь над этим. Когда вы будете в присутствии Божьем, то не будете думать о том, зарабатываете вы шестизначные суммы или нет. Вас не будет волновать, какой чудесный или плохой ваш супруг. Вы не будете сожалеть о том, что были одни или больше служили Богу. Вы не будете хвалиться, какими здоровыми или сильными были. Все эти вещи пройдут. Лучшее, что попадет с вами в вечность, это ваши отношения с Богом. Иисус говорит в Матвея 6,33. Ищите же правды Царства Божия и правды Его. И это все приложится вам. Мы должны фокусироваться в первую очередь на Боге. Все остальные преимущества и благословения будут истекать из этого. Верность и повиновение Богу важнее, чем здоровье, образование, успех и отношения. Многие из вас смотрят нас и думают, хорошо, Джордан, все это звучит отлично, но у меня все равно есть страх. Что мне делать с этим? Он никуда не исчезнет. хороший вопрос. Сегодняшний фрагмент учит нас, что мы должны быть искренни с нашими страхами. Мы должны приносить свои страхи Богу. Мы должны бояться Бога больше других вещей. Мы должны ставить Бога на первое место и слушаться Его в том, как Он хочет, чтобы мы жили каждый день. мы с вами должны все больше знакомиться с истиной Божьей и голосом Божьим в своей жизни, чтобы быть верными. Никакой пастырь не может сделать это за вас. Бог хочет, чтобы вы сделали это сами. Он хочет направлять вас ежедневно на вашем пути. Он не хочет, это вам говорили другие. Я также переживаю это, переходя с поста пастора полного времени. Я служу Божьему Царству через мир бизнеса. Я консультировался со многими пастырями, наставниками, людьми, которые знают и любят меня. И все они говорили чудесные вещи. Большинство из них соглашались в вопросах развлечения. Но были и отличия. В итоге ни один человек или пастырь не может сказать нам, что нам делать, чтобы повиноваться Богу в это время. Должен ли я оставить пост пастора полного времени и перейти в мир бизнеса, чтобы иначе служить Божьему Царству? Только Бог может повести меня в этом. Он работает через других людей, но я должен услышать голос его, а не голос других. Мне пришлось разобраться со страхами, следуя за Иисусом. У меня было много вопросов, и мне нужно было отдать их Богу. Я боялся обстоятельств, я боялся того, что подумают другие, но во всем этом я услышал голос Божий. Бог привел меня к тому, что благодаря страху и почтению к Нему, я могу сделать шаг в неизвестное, желая повлиять на мир бизнеса Божьей истиной и привести как можно больше людей к Иисусу. Лишь будучи с Богом, оставляя страхи и принимая Его истину, эти вещи могут сбыться. Мы все призваны проводить время в Божьем присутствии и идти с силой в мир, чтобы делиться Евангелем. Это лучшая стартовая точка для нас. Слава Богу, что нам не нужно делать это самим. Многие из вас отреагировали на этот прорыв. Меня утешает то, что мы делаем это вместе. Идя вместе, на великое поручение, мы знаем, что страх перед людьми, перед смертью и обстоятельствами пытается сбить нас толку, уведя фокус от Бога. Давайте будем готовы, зная, что это придет. Мы должны бояться Бога прежде всего. Это поможет нам оставаться верными в строительстве Его Царства и благовествовании. В завершении Иисус говорит нам в 32 и 33 стихе. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным, а кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от него и я перед Отцом моим небесным. Делясь истиной Божьей и радостной вестью с одноклассниками, учителями, друзьями, сотрудниками, начальниками, продавцами, всеми мы делаем все, чтобы Иисус исповедовал нас перед Отцом. У нас есть место в Доме Божьем, за столом Божьим, чтобы навеки быть Его детьми. Давайте возрастать в вере, отбрасывая страх перед людьми, смертью и обстоятельствами, а также возрастая в страхе перед Богом, следуя за Ним каждый день. Давайте, друзья мои, помолимся. Господь Иисус, читать Твое Слово бывает непросто. Господи, я часто сталкиваюсь со своей апатией, страхом, когда читаю Твое Слово. я понимаю, что застрял в обстоятельствах и страхе, что мне нужно обновление, напоминание о том, чтобы поднять взгляд к Тебе. Я хочу бояться только Тебя, Боже. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух ободрил их. Господи, покажи тот страх, который сдерживал их, угнетал их, сделал их неэффективными, потому что враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. мир выступает против нас. Боже, я молюсь, чтобы Ты освободил нас от этих страхов, чтобы мы прежде всего боялись Тебя. Господь Иисус, помоги нам бояться Бога прежде всего. Мы верим, что Ты позаботишься обо всем, когда мы будем искать Твоего Царства. Ты приложишь все, потому что Ты Добрый Отец. Ты даешь добрые дары Своим детям. Господь Иисус, благослови нас пониманием Твоего присутствия. Помоги нам проводить время с Тобой, чтобы иметь силу идти и участвовать в великом поручении. Освободи нас от страхов и помоги нам сосредоточиться на Тебе. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь. Субтитры Продолжение следует...